Итак, как правильно поклоняться Шриле Прабхупаде? Есть уже предписанные способы, как мы выражаем почтение Шриле Прабхупаде, как основателя Ачарьи. То есть, прежде всего, мы должны хорошо понимать положение Шриле Прабхупады. Чтобы правильно поклоняться, сначала нужно понять, кто он. То есть, если мы не понимаем истинное положение Шриле Прабхупады, то наше поклонение не будет выражать то, что на самом деле должно выражать. Есть замечательная книга, которая рекомендована для всех преданных Искон. Это книга Шрила Прабхупада «Ачарьи основатель Искон», которую написал Равиндра Сварупа Прабхуп по заказу GBC. В этой книге Равиндра Сварупа Прабхупа исследует положение Шриле Прабхупада и делает очень глубокий анализ. Это помогает глубоко понять роль Шриле Прабхупады в целом для этого движения и для каждого из нас в частности. Соответственно, когда мы начинаем понимать, что Шрила Прабхупада — мой главный наставляющий духовный учитель, он основатель Ачарьи, он тот, кто покровительствует этому движению, от его благословения зависит прогресс всех преданных. То есть я, соответственно, с другим настроением поклоняюсь. Итак, первое — это понимание положения Шриле Прабхупады. Второе — мы, соответственно, поклоняемся Шриле Прабхупаде, следуя той практике, которую он сам установил. Вот ранним утром мы поём гурваштаку, поём молитвы духовному учителю. Это, конечно, молитвы посвящены и нашему духовному учителю, но также Шриле Прабхупаде, поскольку он тоже наш духовный учитель, наш главный Шриле Прабхупаде. Также мы поём Гуру Вандану во время уже в 7 утра или чуть позже. Это поклонение как раз Шриле Прабхупаде непосредственно. Кто-то из предных может предлагать также арати, и предные поют эти молитвы. Вот. И, конечно же, Шриле Прабхупада хотел, чтобы его ученики изучали его книги. Это тоже почитание, поклонение Шриле Прабхупаде. То есть если мы стараемся изучать те наставления, которые он дал, следовать его примеру, и, конечно же, распространять эти знания среди людей, всё это — наше служение, поклонение, почитание Шриле Прабхупаде. Вот. Это как бы отдача нашей любви ему, выражение нашей любви ему. Вот. Таким образом мы можем служить, будучи проводником любви и милости Шриле Прабхупаде по отношению к этому миру. Продолжение следует...